Ну как вы думаете? 13,5 часов на автобусе ночью, как вы думаете? Устали или нет? Маленький Георгиевич, можете рассказать чуть больше про сегодняшнюю тренировку? Потому что у коллег, которые наблюдали с трибун за занятиями, у меня есть впечатление, что с Вьетнамом будем играть в десятером и без ротаря. Ну правильно, правильное впечатление сложилось. Так и будем. Тренировка, восстановительная тренировка была. Кто-то в тренажерном даже на поле не выходил, а кто играл вчера. Вчерашние матчи, кто играл позавчера, чуть-чуть, вышли на поле. Олег Георгиевич, как считаете, я не спрашиваю игроков, хотели бы спросить у вас, сборная России откровенно должна обыграть Вьетнам? Откровенно это как? Ну без вопроса, скажем так. Ну хотелось бы, хотелось бы, да. Опять же это не отмазки какие-то, но надо принимать во внимание. Я думаю, все моменты и перелет ночной, и игра на жаре, влажности, в духоте. Вот на поле, я так понимаю, что не самого высокого качества тоже будет. Поэтому там все эти нюансы можно учитывать, но не снимает, так скажем, ответственности за результат. Олег Георгиевич, а мнение тренерского штаба учитывалось при выборе соперника? Может быть, интереснее было вам самим сыграть в Белоруссии? Или в школе регионеров РПС? А белорусы могут играть с нами? В календаре не могут. Вот, вот об этом и разговор. Поэтому мы играем с тем, кто может с нами сыграть. Даже не то, что хочет, а те, кто свободен. Потому что не так много сборных, которые свободно все играют. Отборочные матчи, либо Лига нации, либо еще какие-то матчи официальные. Олег Георгиевич, когда мы как раз затронул матч, возможный, в теорию, в игре с легионерами РПЛ, насколько бы вам лично было бы интересно проверить сборную с командой таких игроков? Не думаю, что нюансов много, а клубы, даже Ростов, допустим. Если вдруг кого-то из легионеров Ростова позовут играть этот матч, вы думаете, Ростов отпустит? Я отпущу. Чтобы они травму там получили. Мне это надо. Ростову это надо, Зенитову это надо, ЦСКА это надо и всем остальным. Кому это надо? Вот именно. Идея красивая, но когда начинаешь думать, целесообразности и возможности, сразу все рассыпается. В последних матчах сложилось ощущение, что основными лидерами были Миранчук, бывали в частности. Сейчас их нет. На ком будут эти столпы сборной? Давайте в игре посмотрим, кто на себя возьмет, так скажем, это бремя. Достаточно игроков уже опытных, так скажем, и даже не с точки зрения возраста, или большого количества игр, но уже, которые давно, последние два года в сборной, так что любой из них должен бремя нести. Стан, так, рядовой уже вопрос. Для ваших подходов, кто будет капитаном, выбрали ли уже? Я еще состав не выбрал. Вы говорите, капитан, для начала состав надо определить. И опять же, состав будет определяться, не исходя даже из того, кто как выглядит в чемпионате, или кто как выглядит, просто как выглядит физически. Потому что кто-то играл позавчера, кто-то играл вчера, игра пятого числа, потом седьмого сразу играют, то есть через день даже. Понятно, что двумя составами будем разными абсолютно играть, то есть на два состава надо народ найти, и те, кто выдержат по такой же ареи, в таких климатических условиях, выдержат 90 минут. Поэтому про капитана точно неуместен вопрос. Олег Игорьевич, вопрос мотивации, вы про нее часто говорите, и сейчас видите в глазах футболистов, что они готовы и полны желания играть эти матчи? Вижу глаза готовые, хотящие играть за сборную. Ну, эти матчи с Вьетнамом и с Таиландом, или какие-то другие, пока все неплохо. А как будет в игре, посмотрим. Ребята, до вас говорили, что нам тренерский штаб объяснит, покажет какое-то видео, но мы о соперниках ничего не знаем. Вы уже успели изучить Вьетнам, Таиланд, какие-то, может быть, фишки с этой стороны выделите, о чем мы не подозреваем? Ничего нового, вернее, на пальцах здесь или на словах ничего здесь донести не смогу, естественно. А на видео, конечно, футболистам поставим, да, естественно, уже посмотреть, разобрали, что делает и Вьетнам, и Таиланд. Так что все расскажем. Какая польза в этих матчах? Ну, вы постоянно вопросы задаете. Польза одна и та же. Собраться, вспомнить, что тренерский штаб хочет от футболистов и попробовать себя, пускай на этом уровне, это не, допустим, не Сербия или не Камерун, но, опять же, это международный уровень, и вариться только здесь в своем соку, тоже неправильно, наверное. Как оцените вынужденную замену Дереева на Пальцева и в каком состоянии вообще идет когда он увезет? В каком состоянии, в смысле? В каком состоянии он увезет будет действительно сильная травма? Ну, сказать, что сильная травма, что он не может ходить, нет. То, что противопоказано или желательно не играть и не нагружать эту зону, ну, да. С Калентином Пальцевым сразу возник вариант как замены или же появились еще какие-то кандидатуры? Нет, рассматривали другие кандидатуры, да, но остановились на этой кандидатуре, потому что она была у нас в списках, за которыми мы следим. Плюс еще и Солдатенков тоже не сможет принять участие. Стоит ли ожидать дебюта Алексея Батраков и в целом считаете ли вы его одним из главных открытий стартов этого сезона? Ожидать стоит, да. Ну, я думаю, что все. Ну, кто-то... Не то же дебютируют все, а я думаю, что сыграют в две игры, повторяю, за два дня, можно сказать, пятого и седьмого. Поэтому всех придется задействовать. Открытие или нет, ярко, да, в начале сезона ярко. Дальше посмотрим. Целью ли вас огорчила травма Максима Лушенкова? Потому что сейчас он в такой топ-форме. Можно посмотреть на его кондиции в сборной, в частности? Ну, хотелось бы, конечно. Писали коллеги ранее о том, что у вас нет какой-то конфликт. Можете опровергнуть и подтвердить эти слова? Конфликта у меня с игроком наверное просто быть не может. То есть это разный уровень. Поконфликтовать с каким-то тренером. С игроком моей команды, там сборной или Ростова, это не конфликт. Это может быть претензия какая-то у меня либо у футболиста. Но это точно не конфликт. Были ли они к претензии? У меня ко всем претензии. Были, есть и будут. Иглушенкова тоже были, да. Он не захотел выходить на замену? В смысле он вышел на замену. В смысле не захотел? Выражал недовольствие и снимал времени. Нет. Этого я не видел. Валерий Ильич, годы идут и наша сборная продолжает играть вот такие матчи неофициальные, товарищеские, контрольные. Скажите, вы как-то по-другому стали воспринимать ситуацию, в которой живете за эти годы? Как-то по-другому по сравнению с чем? По сравнению с тем, что было в первые месяцы. Ну, естественно, конечно. Ну, то есть как поменялось? Ну, полностью поменялось. Было так же, как у футболистов. И у меня было непонимание вообще, что происходит и что это вообще такое. Сейчас уже есть четкое понимание, почему мы играем эти матчи, для чего мы играем эти матчи, и что нужно. Новый министр спорта Михаил Дикторёбов, конечно, высоко оценил вашу работу, потому что ТЭС принял правильное решение, когда появился контракт. Общались ли вы с новым министром, и как оценить такую похвалу в ваш адрес? Нет, не общался. Не общался, и похвалу рад, что так высоко оценили. Скажите, что вопрос? Валерий Викторович, можно вопрос по резонансной теме высказывания спортивного директора Оренбурга и его дисквалификации? Читаю, что это произошло после матча с Ростовом. Можете выразить свои отношения к тому, что произошло? Вы там сказали, что многие коллеги после этого позвонили, поддержали то, что его слова сказанные. Звонили ли вы, общались ли вы, поддерживали его высказывание в отношении в руках к суде? В общем, ваше отношение к этой ситуации? Не общался, не звонил, так в этом отношении нет. А что еще? Что-то вам близко из того, что он сказал по поводу действий в нашем чемпионате? По поводу чего конкретно? Мысль, посыл, посыл, но про это все, по-моему, говорят уже. Просто он, наверное, высказал это наиболее эмоционально. Ну да. Я сейчас выскажу даже не эмоционально, меня здесь выфицируют. Поэтому, чего вы меня спрашиваете, когда, знаете, что я не буду про это говорить только из-за того, что судьи не дискофицируют, а дискофицируют тех, кто про это говорит. Вот, недавний матч, опять же, раз вы заговорили про Остов. Про логомотив, я имею в виду. Ну, СК признала ошибку. Вторую подряд там. С СК, была до этого ошибка. Точно такая же. Признала СК. И в следующем матче практически опять такое же решение все я принял. И ничего, и продолжается. Что делать? Не ко мне вопрос. Задайте вопрос. Вы не считаете, что уровень нашего судейства соответствует уровню футболистов и игрокоманд? Нет, не считаю. Судейство хуже? Не знаю. Что хуже, а что лучше, не знаю. То, что не соответствует, точно. Может, наоборот, судейство у нас великолепное, а футболисты плохие. Ну, стоит подумать, да. Что-то, про Александра Тополева. Насколько оценит свой переход в в контакте сборной? Ну, хорошо, что определился с командой, так скажем. Хорошо, что говорят, что скоро начнет тренироваться. Для начала. Будет хорошо тренироваться, возможно, будет играть, будет хорошо играть, возможно, будет сборной. Как я могу еще оценить? Как вы считаете, без лидеров Мироничука главина сборной России обеднела в креативе? Ну, слушай, это всегда нормально, когда какие-то яркие футболисты, которых не хватает, которые не могут приехать. Это в любой клуб возьми, любую команду, сборную. Конечно, это даст какой-то... Ну, я думаю, у нас все равно много качественных футболистов, ребята, которые играют в России. Я думаю, большой проблем не будет, но, конечно, будет не хватать. Пожалуйста, ты сказал, что будет непросто. Банальные слова. Есть ли хоть одна сборная в мире, с которой нашей команде будет просто? Куда мы поедем, мы будем уверены в том, что мы легко, уверены за счет мастерства наших лидеров обыграем эту дружину? Ну, не лидеров, а всей команды, лучше так-то скажу. Ну, не знаю, возьмем Кубу 6-0, я думаю. Я думаю, был показательный матч. Я думаю, мы найдем команды, я думаю, такие в мире. Это, конечно, есть, конечно, но я просто имел в виду, может быть, если бы мы в России сыграли бы с Таиландом и с Вьетнамом, все по-другому был бы счет. Ну, еще не везет, как мы сыграем, но, конечно, в России было бы легче. Просто перелет, погодные условия, адаптация, я думаю, с этим просто будет проблем. Тебе хотел бы посыграть с соперниками в России? Как бы ты отнесся, например, если бы с этим соперником играли? В Владивостоке Хабаровский. Ну, желательно, в Москве было бы. Слушай, ну, если бы поставили бы такие, значит, поехали бы туда, чтобы люди из Владивостока посмотрели бы с наборной России и на Вьетнам, поэтому сказали бы, конечно, поехали бы. Но, конечно, комфортнее, чтобы не нужно столько летать. Поэтому, нет, ну, к этому нормально относимся, потому что у нас огромная страна и люди тоже хотят посмотреть на сборную, поэтому... Там стадиона, я думаю, сейчас нет, да, нормального? Ну, короче, да, если скажут, конечно, поедем. А нет ли чувства такого, что немного одиноко в сборной, в том плане, что маловато футболистов «Зенита» вызвали? Всегда так было, мне кажется. В последнее время, мне кажется, на постоянной основе такое происходит один, два, три человека. Но зато потом в «Зенит» попадают люди, которые в сборную играют. Вот сейчас Игоршков перешел, еще футболисты, да. Это весело будет, не скучно, точнее, и в сборной, и в «Зените» нормально. А какие футболисты в «Зените» перешли, которые в сборной играли? Ну, до этого Коваленко переходил, Глушенков. Еще один. А, ну да, Саша Соборевш. Да. Вот. Ну, вы нормально с ним можете сидеть в раздевалке? Ну, что-то в сборной сидели, да, периодически в сборной. Я не знаю, откуда, на самом деле, новость такая вышла. Проблем нет. Да, я думаю, ну, у меня вроде бы нет проблем. Там посмотрим, как будет. Вообще, вот это немножко неожиданно выглядит, да, еще совсем недавно рубились там во время кубковых матчей, теперь он уже в «Зените». как быстро от этого перейти, что он был соперником, а теперь уже в одной команде? Ну, так к нему, наверное, больше вопрос. Ему адаптироваться, наверное, нужно. Да, там было довольно много моментов таких противоречивых, что происходило, вот, но руководство, тренерский штаб решили, что он нужен команде сейчас на данный момент. Вот. Ну, и посмотрим, посмотрим. Не могу ничего сказать, пока как адаптация у него пройдет. Вот. У меня в самом это очень интересно. Максим Глушуков получил травму и не приехал, в частности, в сборную, из-за того, что он до сих пор лечится. Считаешь, если бы он был в составе 7-0 с Вьетнамом, были бы обеспечены? Нет. Есть вообще игрок в сборной России, который может обеспечить такой, скажем так, разгром? Один человек. Кто? Нет, ну и нет. Нет. Коллеги еще? Спасибо. Спасибо. Дим, что знаете о сборной Вьетнаме и Таиланде? Был ли время вообще выспаться сегодня, хотя бы, потому что, ну, вчера достаточно поздно закончился матч, сегодня, полчаса на поле. Это вообще для нас было или для вас это необходимо тоже? Соперники ничего не знаем, потому что мы только сегодня собрались здесь. Я думаю, что, ну, какие-то видео нам покажут, но так ни разу не видел и не смотрел даже игры, поэтому ничего не могу сказать за соперника. Выспался, выспался, восстановительная тренировка, но все как по плану. такой сложный достаточно перелет для сборной в последнее время не характерный. Насколько может сказаться на игре то, что еще Сафонов и Кузяев приедут вообще отдельно, в разных кондициях, грубо говоря, сборной, сейчас половина. Половина в тренажерном, а вот в тренажерном зайти половину команды, что он делает? Потому что игровой день вчера был, а у того, у тех, кто играл 31-го, у них была такая более-менее полноценная тренировка. По поводу перелетов и игры, ну, у нас будет там предыгровая тренировка, я думаю, что будет время чуть привыкнуть. А так, ну, понятное дело, тяжело будет, потому что акклиматизация, там, погодные условия, мы не знаем, какие поля, но я не уверен, что там хорошие поля. Поэтому, ну, едем побеждать туда. Ну, а интерес есть вообще практически такая неизвестная терра инхогнито посмотреть, что из себя представляет. Не, мы им... Помнишь, долго были разговоры о том, что Россия, вполне возможно, в азиатскую конференцию переберется, понятно, что они уже в прошлом, но тем не менее. Ну, мы играем с тем, с кем нам предоставляют возможность. Поэтому, я говорю еще раз, едем выигрывать и радовать наших болельщиков. с учетом того, что сборная Вьетнама и Толанда у второй сотни рейтинга ФИФА, может быть, какой-то недостроен с тем, как страна зависит? Ну, мы уже с таким сталкивались, с Кенни мы играли, поэтому не хочется на те же грабли. Знаете, сейчас какая погода в Вьетнаме? Ну, наслышан там, 32 градуса вроде, 36. 36. Ну, да, ничего страшного. В первую очередь соперников чуть-чуть. Может быть, что-то прочитал или посмотрел уже про сборную Вьетнама или Таиланда? Честно скажу, нет, ничего не знаю в Вьетнаме и Таиланде. Знаю то, что занимает 101 место в рейтинге ФИФА это Вьетнам, по-моему, 115-е это Таиланда. Или наоборот. Это единственное, что знаю. И еще то, что там очень жарко. Может быть, что-то знаешь по типу убойного футбола в этом матче от вас? В каком плане? Ну, как в фильме. Ну, но едем за победой. Понял. Да. Есть ли какой-то интерес с соперниками или же это больше игра, где надо получать удовольствие? Ну, я думаю, то, что хорошо, что есть хотя бы такие соперники и что сборная собирается налаживание коллектива и все равно рано или поздно что-то произойдет может вернемся. Поэтому сейчас то, что есть, то есть какие матчи. есть. А дальше посмотрим. Данил, вы согласны с тем, что сборная России вот в нынешнем ее составе должна без проблем обыгрывать и Вьетнам, и Таиланд? Да, сто процентов. С какими соперниками хотели бы вообще сыграть? Если вам РФС даст выбор, вот три соперника нам надо? Вы предложите три выбора. Три соперника предложите. Ты знаешь, все самые европейские топовые. Ну, условно, европейские топовые сборные, американские топовые сборные. Ну, сейчас сложно найти соперника с такого уровня. Тем более... Просто для тебя с кем хотелось бы сыграть в принципе? Да, на самом деле, нет такого с кем хотелось. Мне безравенца с кем играть. То есть у тебя безравенца играть с Аргентиной или играть, не знаю, с Маршалом? Ну, конечно, если с Аргентиной будем играть, то, конечно, будет прикольно. Будет ли не хватать Игоря Дивеева? Он покинул сборную двух столов может быть. Откуда вы знаете, что он покинул сборную? Это открытая информация. Уже официально? Да. Ну, конечно, будет не хватать. Он лидер команды. Но я ему желаю, на самом деле, скорейшего выздоровления, потому что там вроде у него ахиллы серьезные, возможно, травмы. А вообще, какой главный опыт ты черпаешь со сборной? Это, может, какие-то советы Валерия Георгиевича? Или это какой-то новый опыт взаимодействия с партнерами? Ну, конечно, я соскучился по взаимодействию с Андреем Мостовым, потому что мы в «Зените» долгое время играли и надеюсь, что в матче мы будем с ним на одной бровке и вспомним былые времена и получится сделать то, что раньше сделали. Если бы у тебя была возможность подойти к Роману Юрьевичу Бабаеву и попросить и приобрести Андреем ЦСКА ты бы это сделал? Ну, да, почему не? Какие вы перемены нашли в Матвее после того, как он в одном из ведущих клубов мира тренировался в течение этих нескольких месяцев? Ну, это, наверное, будет видно, когда уже при личном общении, в тренировочном процессе. Пока из тех разговоров, которые были с Матвеем, перемены происходят из разговора с тренером вратарей-пассажей из разговоров с самим Матвеем. Перемены происходят, процесс тренировочный другой, мастерство игроков, с которыми тренируются выше намного, скорость принятия решений, скорость того, как они думают и скорость того, как делают, оно намного выше, чем в Краснодаре и в чемпионате России. Поэтому первое время сложно было. Сейчас, со слов Матвея, оно лучше, со слов тренера вратарей он развивается, он растет. Но это, в принципе, все было предсказуемо. Если помните, все интервью, которые были, нужно время на адаптацию. На это время, как обычно, уходит Андрей, у него где-то месяца два ушло, да, где-то два-три. Здесь тоже где-то так же будет, я думаю, еще месяцы. Я думаю, чем позже будет первый матч Матвея за ПСЖ, тем лучше. Вы удивлены тем, как начался зон Бутышонок? Приятно удивлено. С чем вы это связываете? Психология, ментальность. Я вообще говорил же, да, вот как второй год. Первый год отыграл очень сильно. Это первое. Второе, не припомню случая, чтобы вратарь команды, которая покинула Премьер-лигу, приходит в лучший клуб страны, это первое. Не помню таких переходов, еще становится первым номером, еще играет так же уверенно, как в Балтике. Поэтому, ну, таких рекордов, наверное, не записывают, но это, скажем так, показатель, наверное, на будущее ориентир для многих вратарей. Очень за него рад и приятно удивлен. По поводу выбора... Да, поэтому он сборный. По поводу выборов вратарей, на какой матч планируете использовать Матрес Афонова с чётом его недомогания? Да. И на какой соответственно двух других? Все сыграют? Скажу, хотим, чтобы все сыграли. Значит, первое изначально и потом после разговора с тренером вратарей ПСЖ, который просил, чтобы Матвею дали матч сыграть целиком и он просил, чтобы дали матч сыграть с командой, которая по рейтингу выше. И это уже было понятно, что это Таиланд. И Матвей об этом знает, что он готовится к матчу с Таиландом. Как вообще происходит с двором и с двором вратарь? То есть вы пишете на листочках и насти его картинг? Абсолютно верно. И он не может в той же решить? Почему? Он может спросить, почему это вратарь? Нет, это... Он спрашивает, почему? Я объясняю, почему. Был хоть раз, что он изменил ваше решить? не помню такого, но мы вместе всегда обсуждали. Приходил с листочком, но обсуждали вместе. Вы сказали, что просил тренер вратарей пассажира, кто это и как происходит ваша коммуникация? Очень просто. Он испанец. У нас в команде очень много испанцев. Виктор Савельевич Анопко выступил в роли переводчика. в общем... Борхо очень коммуникабельный человек и разговор получился очень легкий. Вы смотрели матчу пассажиров пассажиров? Да. И у вас не возникло ощущение, что то, как играет Донарума, то, что его можно выбить из состава? Что, собственно, матвей и желаем. При каких обстоятельствах на ваш взгляд это может произойти? Первое. Матвею нужно в первую очередь на тренировках показывать уровень как минимум не ниже Донарумы. Он уже к этому уровню подтягивается. Это тоже не просто. Но он уже к этому уровню подтягивается. Второй момент. Я думаю, как только подтянется и Донарума где-то даст осечку или даст повод к тому, чтобы его поменяли, это произойдет. А там уже все будет в руках Матвея. Ходич Волк очень ударно начал этот сезон. Особенно ярко провел последний матч. Что вы скажете по его форме и что это его может дать в сборную на следующую давид Волк. Я правильно понял? вообще за него очень рад. Если знаете команду Врубиново привел я тогда. И большое будущее тогда сказалось найдете интервью шоу в Ростов по каким-то причинам с ним там расстались и все это время мы были на связи я рад что он прогрессирует буквально здесь недавно неделю назад с ним разговаривали перед этими двумя матчами и тогда ему сказал если он эту планку который начал с начала сезона будет держать я ему позвонил сейчас были ребята Балина говорил о том что не знает про команду соперников вратарей это особая история информации мало а как вы будете готовить у вратари если вообще какая-то нарезки вот 19-15 у нас сейчас теория у нас мы покажем значит вьетнам вратарям как они пресимбуют как мы будем выходить завтра это будет тренировка на поле мы расставим игроков вьетнама так как они пресимбуют на нашей половине чтобы вратари видели зоны через которые надо начинать атаку вы сказали что следите и общаетесь с Никитой Хайкиным заинтересован ли он в том чтобы сыграть за сборную России и в целом стоит ли нам не нуждать рано или позже рано нет но попозже да ситуация пока опять не складывается пока нет у него есть огромное желание вообще вот вы спрашиваете желание ну я не знаю там как у полевых игроков и у нас премьер лиги за границей все вратари хотя нет официальных игр они очень хотят приезжать в сборную были даже такие случаи когда не буду говорить фамилии вратарь звонит я согласен приехать четвертым даже согласен что вы нас потом меня отцепите очень хочу приехать то есть ни разу не было чтобы как кто-то из вратарей сказал что можно я не приеду у меня какие дела или там что-то болит нет я не приеду